Приветствую вас. Такая необычная немного ситуация, я бы даже сказал, что она, знаете, такая, харистоматийная немного. Ваши отношения, развитие ваших отношений, это следствие пересечений нескольких, на мой взгляд, случайностей, эмоций, чувств, переживаний, страхов, скорее всего страхов и так далее. Понимаете, если вам мужчина написал такие слова, то я думаю, что нет причин сомневаться в них. Видите ли, из вашего текста совершенно ничего не даёт понять, что мужчина как-то вас обманывает. Агоно действительно был горд. Такое вполне может быть. Был горд, чувствовал, что не хочет быть от вас зависимым и так далее. И если это всё так, то я полагаю, что главное, как минимум, дать ему второй шанс. Но что я имею в виду по старым шансам, спросите вы? Вот он вас разблокировал? Хорошо. Но это ещё совершенно не означает, что он будет проявлять к вам такую-то симпатию. Это совершенно не означает, что у него будет какая-то активность по отношению к вам и так далее. То есть вот этот момент, момент активности, момент именно намерений мужчины по отношению к вам, этот момент предельно важен. И тогда, что нужно сказать здесь сразу? Сразу нужно сказать, что... Дайте возможность мужчине проявить себя. Дайте возможность мужчине как-то доказать, что он действительно вас любит. Я имею в виду своими поступками, я имею в виду своими знаками внимания, если такие будут от него и так далее. Но не думаю, что хорошая идея будет проявлять к нему симпатию опять. То есть если это будете делать вы вновь. Вот это вот, я думаю, будет плохо для вас. Далее, дайте своему мужчине, вот этому мужчине, да, который у вас сейчас, дайте ему почувствовать, что вы готовы, в принципе, с ним взаимодействовать. Вы готовы с ним как-то участвовать, вы готовы с ним вступать в отношения, но только если он будет вести себя как-нибудь по-другому. Как-нибудь иначе может быть и так далее. Потому что в противном случае ничего хорошего из этого я боюсь не получится. Просто потому что ситуация может повторяться, она может и будет повторяться. Если вы сами себя не станете позиционировать немножечко по-другому. Я думаю, так, может, можно ответить вам на вопросы. И отдельно, прям вот отдельно, чего бы вы хотели для себя? Сами. Что бы вы хотели? Хотели бы вы, чтобы у вас с мужчиной что-то получилось? Или не хотели бы, чтобы у вас с мужчиной что-то получилось? Желали бы вы какого-то, ну, например, допустим, продолжения или нет? Это вообще очень-очень важно. Потому что если вы хотите продолжить, если вы хотите отношения с мужчиной, то не очень понятно, зачем вы спрашиваете у нас, что вам делать и как поступать. Потому что вам самой надо решить этот вопрос. Мы не можем за вас его разрешить. Не можем, да и, в принципе, не хотим. Это не было бы правильно. Это не было бы как-то, знаете, верно в данном случае. Если мужчина вам дорог, если вы чувствуете, что между вами что-то возможно, будьте с ним. Попробуйте с ним взаимодействовать. Попробуйте с ним сблизиться опять, еще раз. А если вы видите, что никакого толку в этом нет. Если вы видите, что у мужчины нет, по-прежнему, никаких серьезных намерений по отношению к вам. Такие вопросы тогда. А имеет ли это все смысл? Понимаете? Так что важно, отвечая на этот вопрос, важно, чтобы вы, в первую очередь, себе не вредили, когда решаете, что вам делать. Не будете вредить себе, и все будет у вас замечательно. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались, буду рад помочь вам. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!